Здравствуйте! Сегодня вторник, а значит вы можете задать свой вопрос юристу. Тема дня – семейное право. В студии Екатерина Грицыенко и генеральный директор компании «Юроктив» Роман Госяк. Роман, здравствуйте! Здравствуйте! Начнем, пожалуй, с самого животрепещущего вопроса – алименты. Кому и в каких размерах родители их должны выплачивать? Значит, алименты должны выплачиваться следующим категориям детей. Первое – это несовершеннолетние дети. Второе – это дети, оставшиеся без попечительства родителей. И третье – это нетрудоспособные совершеннолетние дети, которые нуждаются в помощи. Алименты в пользу несовершеннолетних детей уплачиваются либо на основании соглашения об установлении алиментов, которые обязательно подлежат нотариальному заверению, либо на основании установленного судебного решения. Алименты же в пользу детей, оставшихся без попечения родителей, они в любом случае взыскиваются только в судебном порядке, взыскиваются в пользу лица, кто является опекуном, либо попечителем таких детей, либо же в пользу той организации, в которой находится такой ребенок. Это может быть медицинское учреждение, либо специализированное учреждение. Что касается алиментов детей в пользу нетрудоспособных детей, то такие алименты также могут быть установлены соглашением об установлении алиментов, либо также могут быть взысканы в судебном порядке. Если соглашение отсутствует, то в таком случае необходимо обратиться в суд, и уже суд будет устанавливать размер алиментов по лежащей уплате, исходя из наличия конкретных обстоятельств. Как правило, взыскиваются алименты в следующих суммах. То есть это на одного ребенка одна четверть от заработка, на двух детей это одна треть, и на трех детей и более это половина заработка родителя. А можно ли изменить размер алиментов? Да, конечно, размер алиментов может быть изменен как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Если между сторонами имеется соглашение, то также достигается соглашение, оформляется также изменение в это соглашение путем нотариального удостоверения. Либо если такие алименты были установлены решением суда, то в данном случае необходимо обратиться в суд. И приведя достаточные основания для того, чтобы размер алиментов был, как правило, уменьшен. Такими основаниями могут быть нетрудоспособность лица, кто оплачивает алименты, инвалидность. Либо таким же основанием может быть поступление ребенка, в пользу которого оплачиваются алименты, на работу, либо занятие им предпринимательской деятельностью. Роман, существует такое понятие, как дополнительные расходы на ребенка. Что это такое и как их взыскать? Родители должны участвовать в воспитании детей, в их содержании. Помимо алиментов, установленных на основании соглашения об установлении алиментов, или же тех, в отношении которых имеется решение суда, могут возникать и дополнительные расходы на содержание ребенка. Это могут быть какие-то траты на его здоровье в случае получения увечья, или какие-то иные неординарные ситуации. В таком случае, также, либо по соглашению сторон, либо по обращению в суд, один из родителей может взыскать дополнительные расходы на содержание ребенка. Необходимо отметить, что к таким дополнительным расходам не может относиться затраты на образование совершеннолетнего ребенка. Роман, а возможно ли контролировать расходование алиментов и как это сделать? Алименты — это денежные средства от родителя, который не проживает своим несовершеннолетним ребенком, направлены на его содержание. В данном случае контроль за тратами за алиментами не предусмотрен и не регулирован законодательно. В таком случае мы рекомендуем родителям заключать соглашение об установлении алиментов, в котором и предусмотреть обязательства второго родителя отчитываться о расходовании этих денежных средств. Что касается контроля, в том случае, если алименты установлены по решению суда, то он достаточно проблематичен. То есть, конечно, теоретически возможно обратиться в суд, но в данном случае необходимо доказывать о том, что алименты используются нецелесообразно. В рамках Гражданского постановления кодекса доказать это достаточно сложно. Необходимо отметить, что если родители, которые уплачивают алименты несовершеннолетнего ребенка, считают, что они расходуются не по назначению, либо расходуются каким-то образом, который ущемляет права ребенка, в данном случае есть возможность установить и открыть на имя несовершеннолетнего ребенка счет и перечислять туда часть алиментов. Но эта часть не может превышать 50% от размера всех установленных алиментов. Бывают случаи, когда один из родителей трудится на одной, на нескольких работах. Как взыскать алименты с так называемых иных доходов? По общему правилу, алименты удерживаются со всех видов заработка родителя, который должен уплачивать такие алименты. Кроме того, алименты могут быть взысканы с иных доходов. Под иными доходами понимается конкретный перечень, который утвержден с соответствующим постановлением правительства. В такие виды в частности входят в том числе получение дивидендов от участия в коммерческих структурах, иные доходы от предпринимательской деятельности за минусом тех расходов, которые такой родитель несет на содержание этой предпринимательской деятельности. Такие доходы могут быть как сдача в аренду какого-либо имущества и ряд иных видов. Роман, а как и в каком размере можно взыскать неустойку по алиментам? Неустойка взыскивается с виновного лица в том случае, если он не исполняет обязательства по оплате алиментов. Размер ее может быть установлен как соглашением об установлении алиментов и взыскивается в том размере, в котором она предусмотрена самим соглашением. В том случае, если алименты были взысканы на основании решения суда, а лицо обязанное их уплачивать не уплачивает, то могут быть начислены пени на эти алименты. Размер этих пеней определен законодательством и составляет 1,2% за каждые дни просрочки. Роман, а можно ли и нужно ли делить имущество, нажитое в гражданском браке? Гражданский брак — это под собой понимается сожительство лиц, которое не зарегистрировано в установленном законном порядке. На практике часто бывает, что люди живут гражданским браком, за этот период они наживают какое-то имущество, но применительно к этим отношениям семейный кодекс не может регулировать их отношения, в том числе отношения по разделу какого-либо имущества. В данном случае я рекомендую в период такого брака именно регистрировать приобретаемое имущество в долях пропорционально вложенным денежным средствам, либо по усмотрению сторон. Это позволит в будущем обратиться в общем гражданском порядке с заявлением при наличии спора, в том числе о разделе этого имущества, либо выделить долей из этого имущества. Роман, а что такое брачный договор и для чего он нужен? Брачный договор — это соглашение между супругами, бывшими или настоящими, которым они регулируют финансовые отношения во время брака, а также финансовые либо имущественные отношения в период расторжения брака. Кроме того, необходимо отметить, что таким брачным договором не могут быть предусмотрены положения, либо если они предусмотрены, то они являются ничтожными, если в какой-то мере ущемляются права одного из супругов, нежели чем это установлено действующим законодательством. Брачный договор, необходимо отметить, что он подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Типовая форма брачного договора подразумевает, что... Ну, типовая форма. Я имею в виду, что, как правило, супруги заключают брачный договор с такими формулировками, что имущество, которое регистрируется на одного из супругов, является его собственностью. И, соответственно, имущество, которое регистрируется в период брака на такого супруга, оно и после развода остается за ним. Необходимо отметить, что в период действия брака, в период действия брачного договора у сторон возникают желания, либо какие-то новые обстоятельства, допустим, рождение детей. В таких случаях можно брачный договор дополнить, изменить, либо расторгнуть. Но он, как правило, бессрочный. Да, он действует на период заключенного брака, а в тех положениях, которые регулируют, скажем так, разводные положения, до тех пор, пока они не произойдут. Арман, а как расторгается брак, если один из супругов не согласен? То есть, по общему правилу, брак расторгается органами ЗАГСа. То есть, необходимо, чтобы два лица явились и оформили соответствующее заявление. Если один из супругов не согласен, то второму необходимо обращаться в суд с таким требованием. Необходимо отметить, что такого рода дела рассматриваются мировой судьей, если отсутствует спор о детях. Если такой спор присутствует, то есть спор о том, с кем будут после развода проживать дети, необходимо обращаться в районный суд. Также мировой судья рассматривает заявление о расторжении брака, а также требование о разделе совместно нажатого имущества, если цена этого имущества не превышает 50 тысяч рублей. Если превышает, то непосредственно нужно обращаться в районный суд. Кроме того, необходимо отметить, что супруг, мужчина не может требовать расторжения брака в период беременности его супруги. И такой иск, если будет подан, то он возвращается, а если принят к рассмотрению, то дело по такому иску лежит прекращению. А в период беременности и в первые годы жизни ребенка. Первый год один. Да, первый год. Следует также отметить, что суд может назначить срок для примирения сторон, если дело рассматривается в суде. Такой срок не может превышать трех месяцев, как отдельно назначенный, так и в общей совокупности. Брак считается расторгнутым с даты вступления решения суда в законную силу. Роман, я предлагаю узнать, о чем спрашивают вас пользователи соцсетей. Я не дал согласие супруге на вывоз сына за границу, но моя супруга каким-то образом все-таки вывезла его. Разве не требуется обязательное нотариальное согласие обоих супругов? В данном случае необходимо учитывать следующее. Из данного вопроса понятно, что супруги еще стоят в браке. По общему правилу, когда несовершеннолетний ребенок выезжает за пределы границ РФ, то достаточно, чтобы был один из родителей. Если же второй родитель не согласен, но они состоят в браке, то в данном случае необходимо обратиться в территориальные органы ФМС с соответствующим заявлением и заявить о невозможности выпуска своего ребенка за пределы границ РФ. РФ, но я считаю, что в данном случае необходимо все-таки руководство разумом, в каждом случае подходить взвешенно к таким ситуациям. То есть не просто препятствовать выезду, вероятнее всего в данном случае ребенок вывозится куда-то на отдых, то есть не на постоянное проживание. Поэтому либо дать соответствующий согласие, либо как минимум не препятствовать. Роман, спасибо вам большое за обстоятельный разговор и полезную информацию. Пишите нам на адрес info.sobaka.ps29.ru или в группу ВКонтакте компании «Юрактив». Ровно через неделю мы вновь будем отвечать на ваши вопросы. Увидимся на телеканале ПС и портале «Правда Севера». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин